Друзья, всем привет! Вы на моем YouTube канале, вы на канале с медицинским нутрициологом-психологом. И сегодня мы с вами говорим про разрушители поджелудочной железы. Я уже очень много снимала вам лекций про нутрициологию каждого органа, но есть определенные моменты, которые вы должны просто знать, исключать, и, соответственно, этим уже вы будете помогать себе функционировать. Если мы с вами говорим про продукты для каждого органа, да, такого не существует в принципе. Можно подбирать каждому органу свой продукт, но в целом вы же хотите видеть систему. И сегодня мы говорим про ту продукцию, которая называется внутренняя работа. И внутренняя работа вашего организма напрямую, напрямую зависит от того, что приходит, что убивает поджелудочную железу. Я сто раз говорила, что вот эти все вейпы, курение, все это может привести к серьезным разрушениям поджелудочной железы. Но есть еще другие вещи, которые влияют на ваше состояние, на ваше восстановление. Это, конечно, сахар во всех его проявлениях. Фруктоза, лактоза, все, что содержит сахар. И про сахар можно говорить бесконечно. Другой момент его количество, качество, из каких продуктов он приходит. Если он приходит исключительно из натуральных продуктов, и вы за целый день, в принципе, понимаете, сколько вы потребляете, то состояние здоровья не будет ухудшаться. Следующий момент, что ухудшает поджелудочную работу поджелудочной железы. Это постоянные, постоянные перекусы, которые создают такую вот историю, как кусочничество. И это создает большой, большой дальше вопросик. Следующее. Если мы с вами говорим про поджелудочную железу, то, конечно, конечно, это история со всем жареным, жирным, в масле, во фритюре. И все это сразу идет на нагрузку, да, на поджелудочную железу. Про трансжиры я не буду говорить. Это уже и ежу понятно. Так же, как и продукты вторичной переработки. То есть, когда мне говорят о том, что мой ребенок питается там всякими сосисками. Ну, как бы, надеяться на здоровье поджелудочной железы очень сложно в этой истории. Следующее. Поджелудочную железу просто максимально разрушает, вот если вы поймете, все газированные напитки сладкие. Сладкие напитки, так же, как и сладкие соки. Это неполезная история, которая создает большую-большую проблему. Следующее. Если мы с вами говорим про поджелудочную железу, это та история, которая может разрушаться ввиду даже хороших продуктов. Мне одна говорит девушка на консультации. Вот я ем только авокадо, я ем курицу, там я ем то, я ем все. А здесь вещь не в этом. Здесь дело в том, что она просто переедает суточную калорийность. И это тоже влияет на поджелудочную железу. Другой момент, если мы с вами говорим про поджелудочную железу, то, конечно, здесь важно работать вообще в принципе с состоянием человека. И дать ему понять ту информацию, которую я выкладывала в своих видео про инсулин-резистентность. О том, что, почему, сколько, для чего и как это будет отражаться на вашей системе. Поджелудочную железу максимально разрушает все продукты, обработанные. Также поджелудочную железу нарушает фруктоза. Фруктоза это тот вид сахара, который быстрее всего метаболизируется и дает вам энергию. Если эта энергия не нужна, то идет перепроизводство. Следующее, если мы с вами говорим про поджелудочную железу, то ее разрушает стресс. Высокий уровень кортизола, который бывает по разным причинам, создает серьезные проблемы. Подписывайтесь вконтакте. Очень много моментов, которые я говорила про кортизол. Как влиять на кортизол. Следующее, если мы с вами говорим про поджелудочную железу, то здесь важно не только все питание. Здесь она напрямую тоже зависит, в принципе, от работы других органов. Это щитовидка. И, кстати, от кишечника. Если у вас есть какие-то проблемы с кишечником, это передается свыше, то есть наверх. Если дисбактериоз, кандида и другие моменты. Следующее, если мы с вами говорим про состояние стресса, то оно может быть достаточно долго разрушительным. Все колбаски, сосиски, хлебушек, кашки, малашки, они абсолютно не полезны для вашей поджелудочной железы. И когда я вижу вот этот стол номер 5, для людей, у которых диабет, мне хочется обнять и плакать. Потому что это те вещи, которые влияют серьезно на состояние человека в долгосрочной перспективе. Также поджелудочную убивают различные диеты, несбалансированные, кто кето начинает заниматься, потом бросят, идут в другую диету. И так ищут, 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 а поджелудочная не ждет. Поэтому очень важно чувствовать, как вы реагируете, в принципе, на те или иные вещи. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Пока-пока.